Здравствуйте! Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Смотрите в этом выпуске. Зависли между небом и землей подробности ЧП на канатной дороге в Белокурихе? Жительница Барнаула заблокирована. Почему к ее дому теперь не может подъехать даже скорая помощь? В ожидании тепла. На каких пляжах барнаульцы могут искупаться в этом сезоне? Прокуратура начала проверку после аварии на канатной дороге в Белокурихе. Накануне там остановился подъемник. Причина ЧП – упавшая на одну из опор ветка. Очевидцы сообщают, что люди провели больше часа в подвешенном состоянии во всех смыслах этого слова. Спасатели помогли эвакуировать 43 человека. Среди них были дети. Операция шла до поздней ночи. Известно, что пострадавших нет. Медицинская помощь никому не понадобилась. В прокуратуре края начали скорую проверку. Предстоит выяснить, были ли какие-то нарушения в эксплуатации подъемника. А это происшествие могло закончиться очень печально. Накануне в Палске в детской школе искусств снесло крышу. Очевидцы сообщают, что в этот момент был сильный ветер. Мы обратились в саму школу, чтобы узнать о причинах ЧП, но ее руководство от каких-либо комментариев отказалось. Отметим, что трагедию удалось избежать только потому, что дети на каникулах. Чуть больше недели осталось до официального старта купального сезона в Барнауле. Сейчас на территориях отдыха наводят порядок, улучшают инфраструктуру. Валентина Аскерова сегодня, несмотря на то, что погода не пляжная, узнала, где в этом году горожане смогут принять солнечные ванны и выгулить купальник. После изнурительной жары наступила непогода. На улице холодно и ветрено. Желающих позагорать на пляжах нет. Но, тем не менее, подготовка к открытию пляжного сезона, который стартует уже 10 июня, идет полным ходом. Этим летом в Барнауле откроются 11 бассейнов и 4 пляжа. Бесплатный городской, водный мир, пляж на озере Варежка, на озере Пионерское. Во всех перечисленных водоемах специалисты взяли пробу воды, водолазы обследовали дно и дали добро на работу. 10 июня, если, конечно, небесная канцелярия будет благосклонна, Барнауле смогут насладиться безопасными водными и солнечными процедурами в этих местах. Частично мы начали выставлять шезлонги, зонты. То есть уже подготовлены бары, кафе. Выставлен звук, аппаратура, переодевалки, душевые, ногомойники, туалеты. То есть все приведено в рабочее состояние. Поэтому я думаю, что 10 числа мы уже откроемся. На официальных пляжах, естественно, будут работать спасатели. Так, на одном из городских их будет 4. Один будет работать на воде и следить за купающимся. Другой в детской зоне, третий в общей. Еще один будет ходить по территории и следить за порядком. Купание запрещено. Такие таблички установлены в 25 местах краевой столицы. Те, кто игнорируют, рискуют здоровьем и жизнью. Водоем недалеко от городского пляжа. Купаться здесь категорически запрещено. Это небезопасно. Дно реки не обследовано. Спасателей никаких нет. Но для многих это не аргумент. К слову, опасность представляют не только неофициальные водоемы, но и официальная причина безответственность некоторых родителей. Родители приезжают, детей бросают. А сами отдыхают, веселятся, гуляют. Ну, соответственно, спасатели приглядывают. Вот в прошлом году мы таких 4 ребенка вытащили. Руководство пляжей, конечно, надеется, что купальный сезон стартует вовремя. Вот только синоптики говорят об обратном. Ближайшие 10 дней будут довольно прохладными. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Кстати, в прошлом году в Алтайском крае на воде погибло 65 человек. Причем большая часть, а именно 41, в летнее время с июня по август. Спасатели говорят, чаще всего люди гибнут на диких пляжах и в местах, не предназначенных для отдыха. Тонут не только взрослые, но и дети. Так, в 2021 на водоемах края погибло 8 несовершеннолетних. Главный фактор, приводящий к гибели детей на водоемах, это отсутствие должного контроля со стороны взрослых. То есть почти всегда ребенок оставался в опасности без должного надзора. Либо дети в одиночку пошли куда-то там купаться на какую-нибудь речку, либо взрослые просто отвлеклись на какое-то время. Если о взрослых говорить, то здесь, конечно, серьезный фактор – это отдых в таких местах, где отдыхать, конечно, опасно. Где дно непонятное, где течение, где глубина. И, конечно, сопутствующий фактор – это употребление спиртного. Само собой, это довольно распространенная такая ситуация, когда человек в состоянии алкогольного пенения переоценивает свои силы, скажем так. Вообще заходить в воду в состоянии пенения опасно крайне. В другой теме. Жительница в Ласихе жалуется, что прямо перед ее домом началась стройка. Все бы ничего, но теперь к участку не может подъехать даже скорая помощь. Женщина продолжает бороться за доступ к своему дому. Она Рашагирова расскажет подробности истории. Это все. Все, что у меня осталось от проезда. Вместо широкого проезда теперь только узкая тропа, меньше чем в полметра. По ней пройти трудно, а вот машинам к дому точно никак не подобраться. Виной всему считает жительница дома соседний участок, который за считанные месяцы вырос там, где раньше был проезд. Теперь застройщик нового дома планирует еще и огородить свою территорию. Он говорит, я поставлю огромный забор, вот, и вы у меня летать будете. Летать я согласна, ну мы как-то пройдем. Ну ассенизаторская машина, говорю, еще раз, скорая пожарка. Когда в 2005-м, рассказывает женщина, покупала этот участок, вокруг был пустырь. Но дома постепенно строили, а по этой территории продолжали проезжать машины. Жительница ссылается на план участка от Краевого управления Роснедвижимости. Третья, четвертая точка – проезд земли общего пользования. Мы вот в этих точках и поставили гараж, чтобы не было вопросов. Но вопросов со временем стало только больше. Например, как выехать из своего же гаража, когда через пару метров начинается чужая территория, которую хотят к тому же забором огородить. Дарить свою землю соседи друг другу не собираются. На воротах гаража с тех пор появилась фамилия застройщика, которая отпугивает покупателей нового дома. К слову, сам Кокарев в свою защиту заявляет, что проезд, собственно, никогда проездом и не был. План участка от Краевого управления Роснедвижимости вообще документом не является, а участок приобрел законным образом. Там есть рядом территория, другой смежный земельный участок есть. И, в общем-то, на сегодняшний день у нее есть не только ее полтора метра, для того, чтобы двигаться, проходить и ездить. То есть доступ открыт. Никто ей пользованию не препятствует. Иными словами, сторона застройщика предлагает Калининой обустроить подъезд к дому со сдвигом влево. То есть через другой, тоже чужой участок. Так речь заходит о серветуте. К слову, суд постановил, что подъехать к дому Калинина может и с обратной его стороны. Снова через чужие участки. Ну а куда я попрошу? У этих плодовые деревья растут, у этих теплица стоит и сарайка. Но их же тоже, я все понимаю. Ну, тем более, у меня никогда здесь, а куда я буду идти-то? У меня ни входа, ни выхода. Женщина опять подала иск в суд, но уже в адрес Росреестра. Кадастровый инженер, по словам жительницы, обязан был отметить на земельном плане доступ к ее участку при постановке его на кадастровый учет. А Росреестр, в свою очередь, проверить документы. Чем же закончится дело, пока неизвестно. Не исключено, что к участку в скором времени действительно можно будет только подлететь. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Залесовском районе начали устанавливать энергоэффективные котлы отопления. Они работают на альтернативных видах топлива и позволяют снижать расход угля, что очень актуально в связи с ростом цен. По сути, одна небольшая котельная отапливает 5200 квадратных метров социальных объектов, а также жилые дома. Устанавливать котлы, которые топятся за счет отходов деревообработки, соломы, стружки и не только, начали два года назад благодаря поддержке правительства края. Теперь жалобы на то, что плохо топят в ЖКХ Залесовского района не поступают. К тому же уголь в котлы добавляют только в самые сильные морозы. На сегодня у нас уголь еще увеличение цены угля и он стоит будет более 4000, а расход этой котельной до этого котла был в пределах 900 тонн, а мы с этим котлом перешли и угля только сожгли за отопительный период в пределах 220 тонн. То есть мы уже сэкономили более полутора миллионов в этот отопительный период только на угле. По тем ценам, которые были в прошлом году. Нынче они будут больше. В перспективе власти Залесовского округа собираются отказаться от использования традиционного котельного оборудования и установить так называемые котлы длительного горения. Еще один повод порадоваться за жителей этого района. В Залесово открылся новый детский сад. 40 малышей уже набрано, а вообще детский сад рассчитан на 140 мест. Детсад построили по проекту «Демография» за 200 миллионов рублей и из-за подражания стройматериалов в смету подрядчики едва уложились. Новая березка, а когда-то детский сад с таким названием уже был в Залесово, оснащена современным оборудованием. К слову, раньше во время тихого часа приходилось разбирать раскладушки. Теперь здесь не только современные спальни с мебелью, но и спортивные и музыкальные залы. Это будет тоже второй дом, наверное, где они будут получать воспитание, где они будут получать первые какие-то знания, навыки, общение друг с другом. Давайте пожелаем всем ребятишкам и их родителям, чтобы все здесь складывалось замечательно. Оказывать первую помощь – навык, который нужен всем, в том числе и журналистам. Сегодня корреспонденты краевых СМИ учились реанимировать человека, а еще узнали, что делать при механической асфиксии. От последнего, кстати, по статистике, в год умирает около 140 тысяч человек. Подробнее в сюжете. Что делать, если увидел человека без сознания или кто-то из ближних, например, подавился? Непредвиденные ситуации тем и опасны. Зачастую, когда кому-то нужно оказать первую помощь, человек неподготовленный впадает в ступор. А у журналистов тем более. В силу разноплановости своей работы экстрима хватает. Вероятно, под таким девизом Александр достал две заготовленные пятилитровые бутылки с бензином и поджег их. Наш оператор Павел Лаурнин сумел сориентироваться и выездить людей на балкон пятого этажа. И здесь они устраивают по-настоящему химическое шоу. Яркое и горящее. А поскольку учиться никогда не поздно, журналисты возможности не упустили. Занятия для представителей СМИ провели настоящие спасатели. Вот, к примеру, как следует поступать, если в вашем окружении кто-то поперхнулся. Его надо поддерживать, чтобы он не завалился головой вниз. И бьем пять раз. Между лопатками. Между лопатками. Раз, два, три, четыре, пять. А если не помогло, то можно прибегнуть к другому способу. Это прием Геймлиха. Прижимаешь, ты наклонись. И резко нажимаем пять раз. Раз, два, три. Вот видите, эффектно. Со стороны все хоть и выглядит несколько несерьезно, но это один из действенных способов извлечь народное тело из дыхательных путей. Ежегодно в таких ситуациях погибают сотни тысяч человек. А вот другая ситуация. Увидел человека, не подающего признаков жизни. Что делать, пока едет скорая? Я восстанавливаю проходимость дыхательных путей. Два пальца под подбородок. Один слушатель вот так делал. Не так, а вот именно под подбородок. Ладонь на лоб. Запрокидываю голову. И вот таким образом я освобождаю от дыхательных пути. Дальше действует так называемое правило трех П. Посмотреть и послушать, появилось ли дыхание и почувствовать его на своей щеке. Если человек не дышит, продолжать действие. Нажимать надо достаточно глубоко. Сколько раз нажимаю? Видите, как сложно нажать? Я нажимаю 30 раз. Угодовну 5-6 степеней. Правильно. После 30 нажатий нужно сделать два вдоха в ротовую полость и продолжать действие, пока не приедет скорая. Правила знакомые с уроков ОБЖ повторили. Такие занятия, по словам преподавателей, уже помогли сохранить не одну человеческую жизнь. Один слушатель проходил у нас обучение. Он проходил у нас здесь, в Барнауле, в краевой столице. У него знакомый тонул где-то в районе. Но мы также проходим такую тему, как оказание помощи при утоплении утопающим. И он по телефону диктовал ему действия, и тот человек спасал человека, спас ему жизнь. Подобные занятия – это целый проект для различных организаций под названием «Научись спасать жизнь». Вообще же уметь оказывать первую помощь или освежить свои знания полезно не только журналистам, но и каждому человеку. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Далее любопытная новость. В Алтайском крае поддержали новую инициативу штрафовать за мат при детях. Эту идею предложил один из членов правительства страны. Уже известно, что наш губернатор идею поддержал, психологи тоже. Насколько это необходимо и эффективно в воспитании детей? Передаю слово Анастасии Наборщиковой. Вот такой ролик на YouTube «Мать орет на ребенка». Тысячи просмотров, кстати, 113 классов. А ведь за такой стиль воспитания скоро можно будет получить штраф. Губернатор Виктор Томенко эту инициативу поддержал. На заседании по молодежной политике, которое прошло в регионе, высказалась Наталья Агре. Член общественной палаты заявила, маты сводят на нет всю работу, которую проводят воспитатели в детских садах и учителя в школах. Вперед! Воспитание – это не только комплекс определенных действий, но еще и культура речи. В то же время российским законодательством не предусмотрена ответственность за оскорбление ребенка. В законе нет отдельной статьи. Я наказываю твоего сына, тварь! Нет, я все записал. А ты, ублюдка, ублюдка, ради своих детей! Психологи говорят, что этот закон противоречит нашей культуре. Но они же ставят знак равенства между нецензурной лексикой и эмоциональным насилием. Хуже только то, что за этим следует физическое насилие. Поэтому психологи уверены, такая инициатива нужна. Ведь тогда есть шанс избавиться от установок «бьет, значит, любит» или «стерпится, слюбится». Неправильно думать, что любовь можно заслужить побоями или унижением, говорят специалисты. Это не норма, и ребенок этого еще не понимает. Отсюда и последствия. Комплексы не просто так рождаются. Вот это и есть последствия различных форм унижения ребенка. Или, например, когда мы не уверены в себе, что у меня там не получится, я недостоин, да. Или я заслуживаю того, что со мной так поступает. Потом идет некий, знаете, механизм запускается, саморазрушение. Ты меня доводить право имеешь. Тебе только что объяснили, вали отсюда. Ты не понимаешь, по-русски, еще со мной спорят. Что о новом законе думают барнаульцы? И позволяют ли они себе при детях тот самый трехэтажный? Идея хорошая, но я думаю, это какая-то утопия. Утопия? А у вас есть дети? Да. Как с ними разговариваете? Иногда через мат. Материли свои родители, матерюсь я. У нас как бы надо просто понимать, где ты находишься. Если ты находишься в обществе, в общественном транспорте, наверное, надо за языком последить. Мат – национальное достояние России. А сейчас его превращают в разговорный язык. Это глупость натуральная. Когда ребенок матерится. Это ужас. Альтернативное мнение на ютубе. Сюда заливают ролики. Дети матерятся, смешно до слез. Скажи лук. Лук. По лбу. Стук. Скажи чеснок. 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 Здравствуй, дядюшка, мама. Мама, дай слава, ты. Ты сюда слава. Моя Настя, моя Настя. Пошла. Предложение штрафовать взрослых есть. А как? За какие конкретно слова? И на сколько? Пока непонятно. Также неизвестно, кто будет вести контроль за поведением родителей. Но стоит ли вообще оскорблять или поднимать на свое чадо руку? Мой ответ – нет. А как считаете вы, подумайте сами. Сотрудники УФСИН исполнили мечту маленького жителя Барнаула. Восьмилетний Давид долгое время грезил о том, чтобы пожать руку генералу и поддержать настоящее оружие. О эмоциях ребенка, который, возможно, в будущем пополнит ряды УФСИН, в репортаже Валентина Аскеровой. Меня Валера зовут тебя как? Меня Давид. Правильно. Увидеть генерала и пожать ему руку – давняя мечта восьмилетнего Давида. Сегодня мальчик впервые держит настоящее оружие. Сайперскую винтовку, автомат Калашникова и миниатюрное ТТ. Раньше все это ребенок видел лишь в кино. Образца аж 1937 года. ТТ. Так точно, ты все знаешь, молодец. В этом году Давид окончил первый класс. Его диагноз ДЦП не мешает полноценно познавать мир наравне с ровесниками. И профессию мальчик себе уже выбрал. Говорит, что хочет ловить преступников. Сотрудники УФСИН практически посвятили его в свои ряды. Подарили настоящую офицерскую фуражку. Мой любимый фильм – «Ментовские войны». Я всегда хочу работать в полиции. И мне кажется, что это прямо для меня. У вас какие эмоции от сегодняшней встречи? Трогательные. Честно. Дай Бог, чтобы здоровья было много. И как он хочет. Выучился. Ну и пришел к нам на службу. Побывал Давид и в самом управлении, где несут службу люди в погонах. Освоил связь по рации, сфотографировался с новыми друзьями. Домой мальчику уходить не хотелось. Сохновляло уверенность, что он еще сюда вернется. Только уже на службу. Но что касается подаренной фуражки. Теперь Давид ее не снимает. Разве что перед сном. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Подробнее о том, какой будет погода через несколько секунд, спонсор прогноза компании Валар. Ну а я напоминаю, что вы можете сообщать нам о том, что вас волнует. И телефон нашей редакции 205-545. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.